Радио Болтком Дает советы и отвечает на вопросы. Есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами. А потом их раскроем. А потом их раскроем. Советы богачек. Время выхода программы анонсируется дополнительно. И все проблемы решаются. Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Советы богачек». Олег Пек в студии и, конечно же, психолог, психотерапевт Ирина Богачек с нами на прямой связи. Здравствуйте, добрый день, Ирина. Добрый день. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Телефоны вы можете дозваниваться, задавать вопросы, высказывать свое мнение. Ну, или писать нам на номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Может быть, это удобнее. Ну, что пока вы дозваниваетесь, может быть, быстрее написать. А мы в удобный момент передадим уже ваш вопрос. Сегодня тема очень, я бы сказал, актуальная, во всем мире этим озабочены, ведут с этим борьбу, потому что гендерные стереотипы считаются чем-то в наше время неприличным, чем-то архаичным. И, ну, те, кто придерживается этого, им приходится не сладко. Хотя, на самом деле, ну, я прекрасно помню, что шутили всегда вот над шпалоукладчицами, женщинами. И вот, ну, как бы приводя пример, что это, ну, не женская совсем профессия, таскать тяжелые предметы. И лучше бы, конечно, чтобы занимались этим мужчины. Но, тем не менее, вот обо всем об этом мы поговорим, правда ли это, и существуют какие стереотипы. Вообще, что это такое? Наверное, из этого можно и начать. Да-да-да, все мы говорим очень часто. Это стереотипы, это навязанное мнение и так далее. Ну, я хотела буквально немножко такой исторический экскурс. Когда же появилось вообще само определение вот этого стереотипа? На самом деле, оно относительно молодое, я бы сказала. То есть, в принципе, это всего лишь 1920 год прошлого века. Но мы когда говорим «прошлый век», кажется, что это уже давным-давно. Так вот, американский журналист Уолтер Литман заимствовал этот термин у полиграфической печатной продукции. То есть, по сути, стереотип – это некая печатная форма, трафарет, который позволял многократно повторять один и тот же текст. И когда он работал над написанием своей книжки, которая называется «Общественное мнение», он как раз и заимствовал этот термин. И с тех пор мы все время пользуемся этим термином, и оно уже настолько ухоренилось в нашей жизни, что теперь мы уже, привыкнув к нему, уже начинаем его отрицать и говорить, что вообще хотим отказаться от этого. Так вот, Литман описывал в своей книжке стереотипы, сказал, что у них есть четыре свойства. Вот я сейчас их перечислю, но я думаю, что, конечно же, в сегодняшнем современном мире это вызовет споры бурные. А именно, ну, во-первых, он сказал о том, что стереотипы упрощают реальность, что стереотипы ложны, что они в большинстве усваиваются извне, то есть они не вырабатываются самим человеком, да, и очень живучи. Да, действительно, со всем этим можно согласиться, плюс-минус, но все-таки не бывает белого без черного, а черного без белого, как мы говорим. Поэтому я хотела бы остановиться на функциях стереотипов и сказать, в принципе, что это плод эволюции. То есть не случайно появилось такое явление в психике человека, потому что, в принципе, это достаточно такая примитивная, очень первичная сортировка информации. То есть человеку давным-давно нужно было очень быстро понять, свой это или не свой, враг это чужой или все-таки это кто-то свой, и поэтому его бояться не нужно, потому что была угроза жизни. Именно для того, чтобы быстро обрабатывать информацию, у человека и закладывались некие такие штампы. Вот если он такой-такой-такой, так-то себя ведет, скорее всего, это наш. А если вот так-так-так, скорее всего, это враг, его нужно опасаться, и, соответственно, его нужно бояться. То есть стереотипы помогают головному мозгу быстрее перерабатывать информацию. Кстати, в Оксфордском университете есть тесты, они в открытом доступе, и там предлагается пройти эти тесты на скорость реакции. Там достаточно примитивные вопросы, предлагается сделать разбор по типу плохой-хороший, доброе-злое и так далее. И люди, опять же-таки, в силу своих стереотипов думают, что чем быстрее они выполнят этот тест, тем лучше. А оказывается, чем быстрее ты выполняешь этот тест, то результат показывает, вы слишком склонны к стереотипам, поэтому так быстро вот это все распределяете. Вот, да. Ну, конечно же, стереотипы помогают хранить, организовывать, использовать информацию, но никто не отрицает минусов. То есть, безусловно, они ограничивают наше воображение, они ставят некие рамки, они притупляют какое-то, в общем-то, творческое начало. И ужас, есть эти стереотипы, как первичная единица, дальше заходят предубеждения, а дальше предрассудки, в ложности которых уже человека невозможно переубедить. Это, знаете, как некая бредовая идея, сколько бы ты ни говорил, каких бы аргументов ты ни приводил, если у человека стереотип уже на уровне предрассудка, но с этим практически ничего невозможно поделать. Вот, и приведу несколько экспериментов, на мой взгляд, достаточно интересно. Ну, вот, например, все мы говорим, что какой-то человек так-то выглядит, так-то одевается, и самое удивительное, что наряду с этим мы приписываем еще и личностные особенности. Ну, например, мы говорим, что вот ирландцы, они рыжие, что они носят тел, и это действительно правда. Но почему-то вместе с этим мы приписываем еще им такие личностные черты, что они суровые и имеют такой-такой скупой мрачный характер и так далее. И вот в Чикагском университете в Америке проводилось исследование, где студентам предложили фотографии будущих военных курсантов, то есть ребят-курсантов. И сказали, слушайте, попробуйте определить чисто по внешнему признаку, по фотографиям, кто из этих ребят, возможно, будет таким хорошим военачальником, то есть пойдет по карьерной лестнице вот в этой военной структуре. И ребята выбрали тех, у кого был квадратный подбородок и такой маленький узкий лоб, то есть показывающий, что это достаточно суровый человек. И действительно, слушайте, потом проанализировали эти данные, очень большой процент как раз выбранных вот этих вот курсантов действительно пошли делать карьеру по вот этой служебной лестнице. Но не всегда, конечно же, вот эти стереотипы стопроцентно, что называется, выстреливают. И хочу рассказать очень интересный эпизод Немой, моего коллеги. Когда к нему на прием психотерапии пришел мужчина, огромный, такой брутальный, мужественный, он поместился на диване. Оказалось, что он работает дальнобойщиком на международных перевозках, достаточно тяжелая у него работа, это и перевозки, там погружают эти фуры на судно, судно, слуху, то есть какие-то межаплантические там такие вещи. И он говорит, вы знаете, у меня огромная проблема. Ну, казалось бы, смотришь на такого мужчину, то есть можешь предполагать, ну, все что угодно там, может быть, он хочет что-то поменять в своей жизни, может быть, у него не складываются отношения и так далее. И он говорит, вы знаете, доктор, помогите мне, пожалуйста, я слишком женственный, но все мои коллеги надо мной смеются. Ну, доктор спрашивает, говорит, а какие причины-то, почему смеются? Он говорит, ну, вы знаете, а вот все мои коллеги, ну, мы, говорит, часто много ездим, холодно, они купили себе верхнюю одежду, пуховые куртки, черного цвета. А вот я, говорит, купил красного. Вы не представляете, мне стали все дразнить бабой, говорить, что я вообще, что это такое, я, типа, порочил эту профессию, вообще вот некий клан этих дальнобойщиков, срочно, мол, типа, поменяя куртку на другой цвет. Он говорит, а я не хочу, мне реально это понравилось. И вот, представляете, вот с таким запросом, да, пришел человек, а о чем это говорит? Конечно же, о навязанных неких стереотипах. И первый стереотип, он, безусловно, касается именно гендерных каких-то вот этих подходов. Мы уже много раз в наших программах останавливались на этом. Ну, я хотела бы немножко тоже здесь курс вести в такой психологический и сказать, что, к сожалению, при воспитании гендерных установок, вот этой гендерной интенсичности, когда маленький ребенок перенимает на себя общественный опыт, В головном мозге 100% нет, например, понимания, что вот эта деятельность только для мальчиков, а вот эта деятельность только для девочек. И только условия воспитания, то есть социум, в который попадает ребенок и формирует в нем так называемые женские стратегии поведения, в том числе и деятельность, что вот это для девочек деятельность характерна, а вот это вот для мальчиков, боясь всевозможных влияний и так далее. И самое удивительное, что здесь все идет, знаете, в таком доказательстве от противного, через отрицание. То есть тебя не учат, не говорят, что вот так себя ведут мальчики, делай то-то, то-то, то-то. А говорят, ты почему это делаешь? Ты что, девчонка? Прекрати хныкать. Хнычат только девчонки, то есть на отрицании, на противопоставлении, да? А девочки, соответственно, говорят, не дерись. Ты что, мальчишка? Ты зачем это делаешь? То есть, опять же-таки, на противопоставлении. По факту, на самом деле, 8-10 лет, когда детям, они совершенно не различают вот эти мужские, женские какие-то деятельности. Они вместе бегают, играют в футбол, сидят в гаджетах, делают какие-то театральные постановки. Причем мальчики могут играть женские роли, девочки играют мужские роли. И они не видят в этом никакого диссонанса. Только уже к подростковому возрасту это накапливается, действительно. Вот еще такой стереотип красоты срабатывает, который без конца нам, да, тиражируется. С экранов, в журналах и так далее. И начинают подростки рефлексировать. И тут даже есть такая статистика, я посмотрела, что уже 23% девочек в подростковом возрасте недовольны своей внешностью, в то время как юноши в 7% и хотят изменить, что-то поменять. А вот взрослые люди, казалось бы взрослые люди, уже слушайте, ну что там, я не знаю, рефлексировать по этому поводу. А процент возрастает у женщин до 70%, женщины не удовлетворены тем, как они выглядят, чем они занимаются, как они себя ведут. И 30% мужчин. То есть разрыв увеличивается. Да, да, но более того и цифры увеличиваются. Казалось бы взрослый человек, который уже профессионально определен, ну что ты вот там будешь рефлексировать, да, в том числе из-за внешности, из худобы, полноты и так далее. И, вы знаете, очень большое исследование сделала компания, да, ну здесь не в качестве рекламы, а в качестве того, что они обследовали огромное количество женщин и выявили, что те недовольные своей внешностью, то есть цифра была вообще, я когда прочитала, очень удивилась, всего 2% женщин были довольны своей внешностью. И компания, да, сделала огромную, такую вот широкомасштабную акцию, когда пригласила в качестве моделей обычных женщин, полных, с морщинками, худеньких, без груди или наоборот очень пышно бедрых и так далее, с седыми волосами. И эти женщины прямо вот светились вот этой радостью, принятием своей внешности и, конечно же, стали очень тиражировать вот эту рекламу, и все пошло в другую сторону. То есть в сторону так называемого бодипозитива, который уже на сегодняшний день граничит, знаете, с нарушениями каких-то санитарно-гигиенических норм, когда элементарно там какие-то вещи гигиены женщины перестают делать, ну, я не знаю, правильно ли это. Поэтому то, как ведут себя дети, это исключительно наше воспитание. И, ну, например, в разговорах с мальчиками, когда воспитывают, апеллируют цифрами, то есть какими-то техническими, да, знаниями. А девочкам все время про красоту, про внешность и так далее. А исследования-то психологически показали следующее, что, оказывается, именно мальчики до подросткового возраста более эмоциональны, более эмоциональны, чем девочки. То есть могут больше плакать и переживать? Да, могут больше плакать, могут в большей степени испытывать страх. Это, кстати, один из мифов, о которых мы сегодня будем говорить, что женщины более трусливые. Нет. Да, в частности, у мальчиков это очень сильно проявляется. Или, например, в изучении математики у девочек и мальчиков вообще нет никакой разницы. До подросткового возраста абсолютно одинаково они идут в этом смысле. Поэтому, еще раз повторю, конечно же, есть биологически обусловленные черты. Тип нервной системы, да, какие-то коллективно-бессознательные вещи, которые мы впитываем. Но в большей степени, конечно же, это навязывается социумом, обществом. И сегодня как раз я и хотела бы, чтобы мы, Олег, с вами поговорили. Возможно, наши радиослушатели подключатся к нам о таких вот очень выраженных именно гендерных стереотипах. Вообще, тема огромная, колоссальная. Сегодня я всего лишь затрону только гендерную сторону. А вообще, в дальнейшем предлагаю продлить и вообще о стереотипах поговорить. Понимаете, там, кто, например, умнее блодинки или брюнетки и так далее. Такие вот очень расхожие, как бы, стереотипы, которые, возможно, как раз очень осложняют жизнь человека. Ну, а сегодня мы, еще раз повторю, про гендерные, именно про отличие мужчин и женщин. И один из основных гендерных стереотипов – это следующее, что женщины должны быть, вот это именно слово, должны быть женственными, то есть такими красивыми и добрыми, да, а мужчины должны быть мужественными, сильными и смелыми. Ну, и в какой-то из наших программ, я уже говорила, здесь еще раз повторюсь, возможно, кто-то услышит впервые, что абсолютно в каждом человеке есть часть женских стратегий, ну, Юнг называл это анима, чувственность, да, и часть мужских стратегий, Юнг называл это анимус, и не существует стопроцентной женской женщины, то есть это миф, или стопроцентного мужского мужчины. Вот эти соотношения, они у каждого человека индивидуальные. И на основании этого сегодня все психологи открыто говорят о том, что существует 4 гендера, не 2 мужчины и женщины, а 4 гендера. Ну, первый гендер, хорошо всем известно, это женская женщина, да, в которой больше именно женских стратегий, вот она действительно более уступчивая, мягкая, покладистая, которая больше уделяет внимание каким-то внешним атрибутам и так далее. Это первый гендер, такая женщина в женском теле. Второй гендер, мужчина в мужском теле. Это такой, знаете, брутальный альфа-самец, как раз-таки с выраженной агрессией, и в том числе эта агрессия может проявляться в чем? В целеустремленности, в волевых каких-то вещах, в борьбе, там, я не знаю, с властью, с недрами, там, с чем угодно, да. То есть такой мужчина в мужском теле. Так вот, оказывается, это вовсе не все. У нас есть еще 2 гендера психологически уже установленных и обоснованных. Это женщина в мужском теле. Я все время говорю, что это такой типичный образ петербургского мужчины, знаете, который не работает, не учится, к загробной жизни готовится. То есть без конца на него давят какие-то обстоятельства. Он тонко рефлексирующий. Да, он может чувствовать... Ой, кстати, я про дольдобойщика забыла. Он еще стихи писал. Ой, так трогательно. Как раз коллеги нашли у него тетрадку со стихами. И он говорил, это огромная проблема, помогите мне в ней или из профессии уходить, или что-то. Он, кстати, человек оказался вот настолько в клетке вот этих стереотипов, что это поставило под угрозу его профессиональную деятельность. Так вот, я продолжаю про питерского мужчину. А в принципе про любого мужчину, в котором больше выражена именно вот этой женской составляющей. Еще раз повторю, что это такой очень чувственный, эмпатичный, то есть способный к сопереживанию. И в большей степени мужчина рефлексирующий, то есть думающий, мыслящий, чем активно действующий. И это вовсе не обязательно мужчина нетрадиционной ориентации. То есть это вообще не об этом. Это как раз вот об этой эмоциональности. И зачастую как раз творческие люди, художники, писатели, артисты, ну в данном случае мой папа профессор петербургский такой, понимаете, это выраженная вот эта женская составляющая. И это не делает их менее успешными в профессиональной деятельности, в семье и так далее. И четвертый гендер – это женщина в мужском теле. Причем это, говорю, не какая-то, понимаете, рокерша вся в татуировках, бритая наголо. Нет, это может быть абсолютнейшая барби. Ну как я все время говорю, такой железобетон внутри, что ба-ба-ба-бам, не подходи, убьет. И как правило, я говорю, ну почему же рядом со мной нет сильных мужчин? Куда они все делись? Что они, растворились или их вообще не существует? А я говорю, так ты посмотри на себя, ты же все время сражаешься. А два сильных мужчины рядом, да, это что будет? Война. Поэтому хочешь видеть сильного мужчину рядом, значит нужно прокачивать какие-то женские составляющие. Но еще раз повторяю, все относительно. А согласны вы, Олег, со мной, что да, вот, не может быть стопроцентной женщины или стопроцентного мужчины, вот о которых все время долгонит нам? Ну вот сегодня день рождения Жанна Поля Бельмондо, вроде он не всегда казался таким воплощением стопроцентного мужчины. Хотя, конечно, вот его, ну тоже биография, она говорит о том, что он был и тоже сентиментарен. Но его, кстати, отец ведь скульптор. И я с удивлением вот просто сегодня узнал о том, что проектируя фонтанчики, Бельмондо старший лепил вот купидончиков с Бельмондо. Ну вот проходя по Парижу, можно увидеть фонтаны работы от Бельмондо отца. И вот эти купидончики, они слеплены с его сына маленького Жанна Поля Бельмондо. А вы знаете, кстати, здесь могло быть как раз явление такое, называется, компенсации, да, или переноса. То есть когда мальчик в силу обстоятельств как раз боялся, что может быть он будет выясмен, или может быть не будет признаваем девочками. И вот эту свою чувственность он как раз трансформировал в некий такой вот очень брутальный образ. Кстати, все мы знаем, что зачастую вот такие огромные, знаете, мужчины, ну, извините, гориллы. Оказывается, настолько вот это все кроется под такой оболочкой. Поэтому, да, действительно, женственность, мужественность. Вот я, например, работаю в школе этикета, и все время наш директор говорит о том, что элегантная женщина – это не только платье, каблуки и красиво уложенные волосы. А у нее одно из хобби – она занимается мотоспортом. И в черной коже, в шлеме она вместе со своим супругом, понимаете, на достаточно долгие дистанции как бы путешествует, занимается спортом. И говорит о том, что элегантность – это как раз свобода. И это не делает ее менее женственной, тем не менее. Второй очень важный стереотип, который просто, я не знаю, все время, везде транслируется, что женщины менее умные. Вот, Олег, как вы согласитесь с этим стереотипом? Ну, если, опять-таки, смотреть на статистику, сколько там, есть же статистика, сколько нобелевских лауреатов там среди ученых, сколько вообще женщин идет в науку. Но если мы рассматриваем вот ум как признак ученого ума, то здесь, наверное, какой-то мы видим перекос. Женщин меньше среди шахматистов, хотя есть, ну, сильные шахматистки, но, тем не менее, вот как-то Олимп шахматный захватили тоже мужчины. То есть есть, ну, вот я при всем, что вот я обеими руками за то, чтобы мужчины и женщины получали равные зарплаты там и так далее, но все-таки есть какие-то вот особенности физиологии или, может быть, я не знаю, вот действительно заложены природой. Мы не видим вот этого абсолютного равенства. Да, благодарю вас за комментарий, Олег. А я сейчас немножко науки добавлю. И вот как-то я уже говорила про ученого Гаусса, который на ось координат XY предложил некую кривую, по которой делается распределение относительно всего – роста, веса и так далее. И если 68% людей показывают какой-то признак, это уже считается нормой. Кривая Гаусса имеет вид дуги. Так вот, когда распределили на эту кривую значения, полученные при обследовании мужчин и женщин на тему интеллектуального коэффициента, то есть ума, да, то есть выяснилось, что вот в этой дуге женщины занимают срединную линию, а мужчины – два хвостика. Действительно, самые умники – это мужчины, но и самые губцы – это тоже мужчины. А женщины – вот они в осредненном положении, и общая температура по больнице, что называется, одинакова. Но действительно, именно благодаря тому, что среди мужчин больше гениальных в силу своей синтетичности, да, поэтому и больше мобилевских лауреатов, и вообще больше ученых. Если вот так вот мы вспомним, да, и вот спросите, каких великих женщин, ученых вы знаете, кроме Марии Кюри и Софьи Ковалевской, пожалуй, я вот даже и больше назвать никого не могу. Именно женщин, которые сделали научное открытие, там, физики, химии, математики. Ой, боже мой, по-моему, племянница Байрона, которая изобрела язык программирования. Вот у меня вылетел Лавлейс, по-моему, ее фамилия была. Ну вот, видимо, в этой женщине тоже как раз вот очень большая составляющая мужская была, что позволило действительно ей сделать такое научное открытие. Ну, в среднем, да, действительно. Поэтому вот сейчас меня спросят, а почему вот так женщины в срединной как бы фазе? Ну, возможно, что на женщину наложена еще природой определенная нагрузка, в данном случае рождение детей, но это ни в коем случае не ограничивает женщину в том смысле, что она не может занимать какие-то руководящие посты и занимать какие-то должности или выполнять какую-то профессию, традиционно считающуюся мужской. Поэтому вот как раз следующий стереотип, он о том, что женщины слабый пол, и поэтому они хуже приспосабливаются к жизни. А мужчины, вот они такие сильные, выносливые и стрессоустойчивые. Вот, Олег, вы согласитесь с этим стереотипом? – Опять-таки сложно, я буду выглядеть очень неприлично в глазах слушателей, но вот с одной стороны я ловлю себя на мысли, что, конечно, вот традиционное воспитание, которое закладывается, что мальчик должен все-таки защищать девочку. И, кстати, есть интересное исследование гостиниц, ну, точнее, мотелей, как ложатся спать, на какой стороне кровати мужчины, ну, вот постояльцы, и они обнаружили, что мужчины ложатся всегда на кровать, вот с краю, с той краю кровати, который обращен к двери. То есть это чисто психологически, то есть мужчина ложится так, чтобы закрыть, ну, то есть в случае нападения вот с пещерных времен, то есть он закрывает собой свою вторую половину, то есть вот он первый должен принимать удар. Вот, в принципе, это где-то вот заложенное вот в подсознании. – Представляете, а я сейчас подумала, вот очень интересно, вы факт сказали, и поняла, что я ложусь на позицию мужчины. – То есть всегда вот эту сторону. – Крайние двери, да? – Я бы, кстати, да, я не спала. Вот, и номер же, может быть, гостинец в эту сторону или в эту сторону, когда я все время ложусь ближе к входной двери. Кстати, есть интересный тест, возможно, для наших радиослушателей, если они захотят как раз проверить свою гендерную идентичность, это тест Куинси, где предлагается ряд вопросов, и затем тебе программа просчитывает и говорит, то есть каких качеств тебе больше, то есть чего в тебе больше, аниме или аниме. – У нас… – Ну… – Можем принять звонок? Да, здравствуйте, пожалуйста. – Добрый день. Вы знаете, по поводу стрессоустойчивости, вот у Дины Рубиной есть повесть про жизнь в Израиле. Там женщины приспосабливались, они могли работать и уборщицами, и дворниками, и все. А мужчины были в расселенности и не знали, что делать. Ну и женщина, видимо, обусловлена это тем, что у нее слишком много обязанностей по дому и везде. А по поводу ближе к двери, вы знаете, у меня возникла такая мысль, что, может быть, мужчина думает, вот он первый убежит быстрее в день, и все. Спасибо. – Спасибо. – Ой, спасибо огромное за комментарий. И действительно, ну, в общем-то, вы правы абсолютно. И действительно, у женщины двойной набор хромосом, XX. Поэтому женщина на самом деле более стойкий к генетическим заболеваниям, и к инфекциям, и к той инфекции, к тому вирусу, который сейчас у нас, кстати, присутствует. Заболевают больше мужчины, уже показывает, кстати, статистика. И женщины лучше переносят и голод, и жару, и жажду, в отличие от мужчин. Действительно, вот, наверное, в силу вот этой заложенной природы, генетической обусловленности, что, в общем, у нее есть определенная миссия. Хотя они во много раз по своему физическому строению могут выступать мужчинам. А вот, исходя как раз-таки из этого физического строения и предыдущих вот этих вот стереотипов, считается, что есть работа мужская, а есть работа женская. Считается, что женщины плохо разбираются в технике, математике, а мужчины, например, не способны к эмпатии, к чувству и переживаниям. Поэтому мужчины не способны воспитывать детей и быть, ну, допустим, там, няньками и так далее. Вот, Олег, я сегодня буду это время мучить, да? Как вы считаете, действительно существуют женские профессии и мужские? Вот интересен ваш взгляд на это. Ну, здесь я вижу двойной вопрос, существуют ли. Я говорю, да, действительно существуют, потому что сложно представить себе женщину-сантехника, которая придет и будет возиться с трубой. Хотя говорят, что сейчас есть прекрасные, ну, то есть, эту женщину освоили, эту профессию. Но, тем не менее, ну, выглядит это немножко, ну, как бы непривычно, что вот к вам приходит в комбинезоне женщина. И, может, хотя вот, ну, я как раз слышал, что то ли в Израиле, то ли где-то, в общем-то, это считается абсолютной нормой. Вот, но и насколько это должно быть, вот я не знаю. Должны ли быть абсолютно равные возможности, наверное, да, ну, претендовать на профессию. А здесь дальше я считаю, что должен быть просто как слепой выбор. Ну, то есть, человек подходит вне зависимости. Вот, ну, нельзя отказывать по причине половой гендерной принадлежности, но, очевидно, каждый человек должен быть, ну, должен быть вот как этот слепой выбор, брать по способностям. Спасибо, Олег. А вот здесь я хочу еще раз напомнить то, о чем я уже многократно говорила. Ну, оно, возможно, разъяснит как раз и Олега подход, и вот этот стереотип. Все-таки женщины, они более аналитичные. Еще разочек поясню, что это такое. То есть мы, женщины, цепляемся за детальки. И вот изменение одной маленькой детальки, оно может поменять вообще всю нашу жизнь, и мы можем действительно быть более стрессоустойчивыми и идти дальше. Ну, например, женщину увольняют с работы. Вот два дня она порыдает, дальше она покрасит волосы из блондинки в брюнетку перекрасится, сделает короткую стрижку себе, и все, у нее начинается новая жизнь. А вот мужчину, если увольняют с работы, в силу своей синтетичности, то есть целостного образа, для мужчины это вообще крушение мира и вообще всей его системы. То есть, как правило, мужчины очень долго выходят из этих состояний, и иногда действительно им требуется помощь. Поэтому, если мы возьмем какие-то профессии, безусловно, есть профессии, где требуется больше аналитичность, то есть вот это умение цепляться за детальки. И, возможно, да, будучи школьным учителем, это как раз очень хорошее качество. Вижу с этим ребенком это, 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 то есть какие-то детали. А вот, например, быть хирургом, где тебе нужно принимать абсолютно быстрые, целостные решения, да, наверное, в общем-то, здесь должен работать в большей степени мужчина. Опять же, как я говорю, сил своих психологических особенностей. Это не значит, что женщина не может быть хирургом, мы знаем огромное количество, но вот глобально, например, по пересадке сердца, но вот я знаю только мужчин-хирургов, потому что здесь как раз вот эта синтетичность требуется. Но старшая операционная сестра в 100% будет женщина, которая как раз сумеет увидеть вот эти нюансы. Я все время привожу пример, очень люблю этот сериал «Доктор Хаус». Вот он всегда ставил диагноз, а при нем была 13-я эта женщина, которая умела увидеть нюансы, позволяющие отграничить одно заболевание от другого, то есть поставить более четкий, правильный диагноз. Но, в принципе, еще раз повторю, что наш головной мозг, он формирует то, что диктуется воспитанием. Вот дают мальчику там лего, он будет конструировать, дают девочке куклы, значит, она будет там их качать, нянчить, что-то там с ними делать и так далее. И как могут сработать гендерные стереотипы в плане профессии? Например, женщина получила диплом программиста и пытается устроиться в силиконовую долину. Или, например, мужчина получил диплом учителя начальных классов и пытается устроиться в школу. Ну вот очень велика вероятность, даже проводились исследования, что женщину такую, в 25% случаев, кстати, я даже помню эту цифру, им отказывали, считая, что все-таки на эту должность, в должность программиста, то есть ведущего какого-то направления креативного, больше подходит мужчина. А вот учителям начальных классов взять мужчину, 40% школ отказались. Потому что какой гендерный стереотип? Что это за педофил такой, который приходит работать учителем начальных классов? То ли дело он идет на преподавателя математики, астрономии, физики, о начальных классах, ну и уж точно, мужчина-воспитатель в детском саду, ну, во всяком случае, в России это, ну, как бы из ряда вот, вот выдающиеся, да? Вот. Отсюда и следующий стереотип вытекает, что женщины хуже справляются с руководящей работой. И поэтому, собственно, женщинам действительно меньше платят. За одну и ту же должность, за одни и те же функциональные обязанности. А вот практика показывает, что действительно женщинам платят меньше, считая, что они хуже справляются с руководящей работой. Олег, а вот вы как считаете, женщины-руководители, они более успешны, чем мужчины, или наоборот? Вот как вы психологически чувствуете? Они другие руководители. Я даже вот, ну, мне сложно сказать, потому что женщины тоже могут быть достаточно и жесткими. Мы все помним и примеры Маргарет Тэтчер, которая держала буквально, ну, не то чтобы в страхе, но перед ней действительно испытывали трепет мужчины, министры. И таких примеров множество можно привести. Вот я думаю, что, может, даже наш слушатель или слушательница смогут что-то добавить. – Добрый день. – Да, добрый. – Можно ваше совмещение задать вопрос? Что хорошего, когда женщин таскают штангу, или вот сейчас Путин назначает 40-летних женщин генеральшими? Вы представляете, вот если в случае войны что будет, да? – Ага. – 90% женщин по своей профессии, даже если они получили образование, они не могут рисковать, они в этом случае профнепригодны. Понимаете? Я отлично так думаю, я встречался с этим. – Угу. Вот, да, женщина военная. – Ага, благодарю вас за ваш вопрос. Действительно, вот чуть ранее я сказала, что женщины аналитичны, то есть женщина будет зацикливаться на каких-то деталях. В случае военных действий, конечно же, вот решающим, все-таки решающей персоной, наверное, должен быть мужчина, который как раз принимает вот этот стратегический план, как тот самый хирург или доктор, который ставит диагноз. Женщина же при таком мужчине может быть ассистентом, его замом, помощником, который в силу своих дипломатических особенностей сможет подсказать какие-то детали, нюансы, которые могут повлиять на этот стратегический план. Но все-таки вот эта глобальная задача создать некий план военных действий, наверное, все-таки, я так считаю, больше для мужчин подходит, чем для женщин. Хотя… А вот эти образования, например, женщины даже очень могут и хорошо работать, и разрабатывать какие-то, опять же таки, планы. Просто я сразу вспомню по поводу Маргарет Тэтчер, опять-таки, ведь именно она принимала решение о войне на Фолклендах, и многие говорили, что вот это было действительно очень жесткое решение, потому что, ну, погибли английские солдаты, вот она специально, но, по-моему, она специально встречалась вот с родителями погибших солдат, и она пыталась объяснить им, вот, ну, за что погибли их дети. И второй момент, это был достаточно жесткий, когда в тюрьме объявили голодовку, ну, вот, члены, по-моему, ИРА, вот, ирландской республиканской армии, и она тогда отказалась идти с ними на переговоры, и несколько человек умерли вот в результате этой голодовки, но ее очень критиковали за это, но она говорила, что это было абсолютно осознанное решение, что вот она не будет с террористами вести переговоры, даже если, ну, она оказывается, как бы, в морально такой проигрышной ситуации, что она бесчувственная, дает им возможность умереть. Ой, какой хороший комментарий, пример вы привели, Олег. Это как раз тот вариант, когда женщине гипертрофировано выражены мужские составляющие. И если мы вспомним, да, действительно, женщин монстров, там, какой-нибудь солдатый чиху или еще что-то, то женщины, проявляющие агрессию, они в 10 раз больше проявляют агрессию, действительно, чем мужчины. И мы знаем, что женщины, когда дерутся, они дерутся насмерть. Девочки, те же в школе, например, или в каких-то колониях. А пацаны дерутся, есть шанс хотя бы, когда дерутся девочки, там, ну, это очень страшно. Действительно, вот эта вот составляющая в женщинах, она иногда бывает крайне опасна. И вот вы как раз это перелестрируете. Вот. Ну, буквально очень быстро еще про несколько мифов, про стереотипов. Но я говорю, эта тема очень большая. И я, может быть, попрошу еще нам сделать одну программу. Следующий стереотип, он о том, что мужчины не плачут. Мужчины не плачут. И на самом деле и мужчины, и женщины испытывают абсолютно одинаковые эмоции. Злость, грусть, страх. Нет разницы никакой. Но дело в том, что социум позволяет мужчинам злость выражать вот эту агрессию. Более того, называют это мужественной чертой. И, например, если там девушку кто-то обидел, считается, что мужчина должен дать кому-то там в лоб за нее и так далее. То есть проявить агрессию, вот истинный мужчина проявляет себя именно так. Вот. А страх и грусть, да, печаль мужчины должны скрывать. Ну, у женщин наоборот. На самом деле, еще раз повторяю, что способность к эмпатии и у мужчин и у женщин абсолютно одинакова. И, то есть никакой здесь разницы нет. Это исключительно в силу социальных стереотипов навязано. Да, Ирина, к сожалению, вот я смотрю, просто у нас время истекло. Я бы, может быть, очень вас попросил действительно, вот, сделав эту паузу, запомнить вот эту мысль, на которой мы остановились. И в нашей следующей встрече, может быть, завершить все эти стереотипы, чтобы сейчас не скомкать. А потому что я вижу, что и звонки, и людей очень волны. Да, да, да. И затем, конечно же, в конце следующей программы я дам те самые советы богачек, потому что сейчас скажу только одно. Что действительно у вас и вашего партнера есть стереотипы. Вы никуда от них не денетесь. И здесь как раз и задача выявить, что схоже, а что различно. И, возможно, эти отношения разрушат. А может быть, объединить. Спасибо огромное. Ирина Богачек, психолог-психотерапевт Российский, с нами была на прямой связи. До новых встреч, хорошего дня. До свидания.